и здравствуйте мои дорогие ребята прекрасный вопрос сегодня у нас на рассмотрении к нам пришел от дмитрия венского дмитрий огромное вам спасибо за классные вопросы и как всегда мои дорогие я призываю вас обязательно оставляйте все вопросы которые вас интересуют в комментариях под этим видео ну и конечно же если вас не затруднит подписывайтесь на канал друзья а сейчас я прочитаю замечательный вопрос полгода не занимался спортом после операции сейчас начал бегать но к сожалению уже недели три не могу превысить 7 10 минут бега в легком темпе без передышки сразу забиваются икры и бедра лишнего веса нет бегаю три раза в неделю понедельник среда пятница вдобавок вечерами плаваю пока все лето на море посоветуй как улучшить результаты реально не представляю огромное спасибо заранее ты супер дмитрий это вы супер спасибо вам огромное за прекрасно заданный вопрос за прекрасно поставленную тему это очень круто поехали разбираться друзья мои перед тем как я отвечу на этот замечательный вопрос призываю вас отправляйте вашу заявку для участия в пг-марфоне что такое пг-марфон под моим видением а вы узнаете перейдя по ссылке здесь ребята мы отходим в открытое плавание уже 22 июля поэтому немедлите отправлять вашу заявку как это сделать вы найдете в описании под этим видео а я полетел разбираться замечательным вопросом вперед дмитрий дорогой мой спасибо вам прекрасный вопрос дмитрий в первую очередь нам нужно обратить внимание на две вещи первое это техника исполнения бега вам нужно проконтролировать наличие в вашей технике так называемого бегового колеса это постановка вашей ступни во время бега если вы проводите так называемое втыкание когда вы приземляетесь естественно ваша икра начинает болеть естественно ваше бедро начинает болеть потому что они демпфируют прямое попадание и очень сильный удар конечно они забиваются потому что постоянный приток крови потому что они не успевают избавиться от попадающей в ней крови из-за опять же постоянных прямых ударов очень важно чтобы ваше беговое колесо создавало эффект колеса поэтому ставьте камеру бегите и проверяйте то как вы ставите вашу ногу не задумываясь потому что как только вы начинаете задумываться о том как же я все-таки бегу вы сразу начинаете бежать идеально осторожненько аккуратненько вы ставите камеру подальше от себя и просто бежите пробегая вдоль по кадру вот так на расстоянии 30 метров 40 метров чтобы вы попали в длительное достаточно расстояние и просто бежали и затем корректировали свою технику втыкание носка критически противопоказано это самая большая ошибка которую допускают люди которые только начинают либо те которые восстанавливаются и возвращаются тренировкам за это вам отдельное спасибо за что вы стараетесь вернуться это очень круто дмитрий дорогой далее поехали разбираться ваша составляющая минерализации магний магний еще раз магний будет позволять вашим мышцам избавляться от лишнего пампа то есть от лишнего количество крови ваших мышечных структурах о чем я говорю сейчас представьте когда вы начинаете бежать вы сокращаете и расслабляете мышцу сокращаете и расслабляете мышцу в момент когда вы расслабляете мысленно умственно мышцу в этом случае когда ваша нога делает движение вперед в этом случае ваша задняя поверхность бедра подтягивает вашу ногу и у организма есть доля секунды для того чтобы провести полную фазу сокращения расслабления мышечной структуры чтобы вы могли продолжать двигаться дальше если вам не хватает такого минерала как магний то он будет приводить к тому что мышца не будет расслабляться до конца ваш магний отвечает за расслабление мышечной структуры неважно какой любая мышца нуждается в минерале магний для вашего качественного сна для полной фазы расслабления после фазы сокращения это критически важно я уже молчу о наличии рыбьего жира в вашей диете потому что если вы в послеоперабельный период имели к сожалению не совсем качественную диету либо вы не имеете доступ на регулярных основаниях к омега-3 ненасыщенным жирным кислотам ваша кровь может быть достаточно густа если ваша кровь достаточно густа то естественно она не будет нести с достаточной скоростью кислород к вашим мышцам и это ведет тоже к забитию также это ведет к повышению свертываемости крови и к ухудшению ее свойств текучести соответственно ваше сердце не будет способна качать то количество литров в час в минуту в секунду исчисляйте как хотите чтобы обеспечить ваши нуждающиеся мышцы прямо сейчас в этом кислороде в этих питальных элементах и в этой глюкозе во всем процессе задействовано целостно ваше тело магний влияет на расслабление вашей мышцы во время ее отключения это должно быть быстро и молниеносное восстановление это то как работает ваше сердце почему вы думаете мы так можем долго жить и не умирать от сердечно-сосудистых заболеваний в 30 или в 40 опять же при соблюдении адекватной диеты потому что сердце сердечная мышца успевает восстановиться и расслабиться в тот момент когда сердце проходит фазы сокращения в те моменты когда сердце не бьется она не сокращается сокращение отдых сокращение отдых это то к чему вы должны стремиться в остальных ваших мышцах и поверьте наличие достаточного количества магния будет также улучшать вашу сердечную функцию ваша омега-3 будет позволять вам разжижить кровь понизить давление увеличить количество кислорода вашем организме и улучшит вашу выносливость конечно же ваши остальные минералы о которых я говорю практически во всех видео будут улучшать качество вашей лимфатической жидкости конечно же невозможно переоценить важность воды которую вы используете в своем рационе критически необходимо следить за ее минерализации и затем откуда эта вода происходит вам необходимо абсолютно необходимо иметь ощелачивающую воду окисляющую воду чтобы вы минерализировали ваш организм и вы обогащали вашу лимфатическую систему для то чтобы вы обогащали все балансы электролита в вашем организме за что и отвечает сокращение и расслабление мышечных структур ваши электролиты будут напрямую восстанавливаться от хорошей минеральной воды я очень советую практически в каждом видео есть синтуки 4 или 17 боржом обязательно поляна квасова если вы в европе это чешская вода былинская кислка называется потрясающе оздоравливающие воды которые восстанавливают ваш минеральный профиль организма и дают ему возможность восстанавливаться все электрические процессы проходят через соль в вашем электролитном балансе и конечно вам нужно получать здоровый качественный натрий из воды об этом я очень много говорю в видео о жидкости обязательно смотреть это видео спасибо вам огромное дмитрий за замечательный вопрос я надеюсь вы почерпнете какую-то полезную информацию для себя вы огромный молодец за то что вы восстанавливаетесь бегаете и после операбельный период стараетесь двигаться не покладая рук и не оправдывая себя тем что у меня что-то болит дмитрий вы настоящий образец для подражания и мы с вами вместе двигаемся только вперед